Сегодня в поддержку сельхозпроизводителям был подписан указ, в котором значительно облегчили их условия. В документе говорится о посвобождении от налогов за использование сельскохозяйственными угодьями. В этом году было рассчитано 6 миллиардов 200 тысяч сомов. На 24 ноября было выдано 6 миллиардов, из них 50% – это сельское хозяйство, 30% – переработка сельхозпродукции, 20% – на растение и водство. А на 2022 год со стороны Министерства финансов рассматриваются субсидии на 417 миллионов, и на следующий год планируется 7 миллиардов сомов. Новостям о помощи со стороны государства всегда рады сами фермеры, ведь большинство берут кредиты за облачными процентами. Бахтбек Пакиров, как никто другой, знает про это. Он уже в течение нескольких лет берет льготные займы по госпрограмме со ставкой не превышающей 10% годовых. Своё дело он начинал с 12 баранов. На данный момент их количество близится к 30. В этом году в четвёртый раз беру кредит по 50 тысяч. Сено дорогое, техника тоже. В общем, сейчас всё дорожает. 10% – это дёшево. Если бы ещё снизили, было бы ещё лучше. Но я рад и этому. Я всегда весной беру баранов, ягнят. В будущем планируем выращивать и крупнорогатый скот. РСК банк участвует в проекте финансирования на протяжении 9 лет. 9% бюджета выданы филиалами банка в Бишкеке, а остальные 91% – региональные филиалы, отметил начальник отдела координации регионов банка РСК. Проект стартовал в этом году в феврале этого года с общим бюджетом 2,3 млрд сомов. В реализации данного проекта задействованы все 52 филиала банка, расположенные в каждом районе. Таким образом, банк обеспечил доступ всем фермерам, вне зависимости от места расположения, доступ к льготным кредитам. Все условия, процентные ставки, суммы кредита, также все льготы разработаны банком на основе постановления 34 правительства от 4 февраля. В президентском указе говорится об освобождении от налогов за использование сельскохозяйственными угодьями на срок до 2025 года. Сейчас все механизмы реализации документа прорабатываются.